Дежурство, проверка оборудования и тренировки. Обычный день, даже несмотря на профессиональный праздник. Сотрудники МЧС сегодня отмечают День спасателя, но это не освобождает их от основных обязанностей. Уже в 10 часов утра в службу МЧС поступил звонок о пожаре на втором переулке Калинина. Бригада незамедлительно выехала на место возгорания. Спасатели провели разведку, но очаг пожара сначала найти не удавалось. Заметив дым со стороны второго входа в дом, пожарные выбили входную дверь и успели как раз вовремя. Там было сильное задымление, а на кровати лежал человек. Фонарями просветили данную кровать. На кровати лежал наш пострадавший. Начиналось уже плотное возгорание. Старшим пожарным танкевичем вынесли на свежий воздух и проводили реанимационные действия. То бишь непрямой массаж сердца и при помощи медицинской маски. Ну, затем пожарный индрович затушил возгорание. Очень было плотное задымление в этой комнате. Ну, вот так мы спасли человека, вынесли его на свежий воздух. Пострадавшего отвезли в больницу, где он быстро пришел в себя и вскоре вернулся домой. Почти протрезвевший мужчина был недоволен присутствием камер, но все же поблагодарил сотрудников МЧС за то, что спасли ему жизнь. Товарищ капитан, благодарен, что не пошел на тот свет. Из-за своей дурости. 35 лет не курил, вот закурил. Вот, вот, вот. Все. Себе первый урок на будущее. Первый и последний. Первый и последний, да. Все. Мужчина заплатит штраф за неосторожное обращение с огнем, а в доме придется поставить пожарный извещатель. Но это все мелочи, ведь сегодняшнее утро могло стать для него последним. К слову, курение в постели стало причиной еще нескольких пожаров за последние дни. 16 января загорелась постель в одном из домов на улице Краснопартизанская. Случайный прохожий заметил пожар и вызвал спасателей. К счастью, обошлось без жертв. В субботу 17 января в жилом доме на Левонабережной также из-за курения в нетрезвом виде загорелся диван. Сегодняшний случай стал еще одним в череде возгораний, виновники которых были в пьяном угаре. Предварительная причина, которая касается последнего пожара, это неосторожное обращение с огнем при курении. Мы уже не единожды, я скажу прямо, что били в колокола о том, что ни в коем случае нельзя допускать на сегодняшний день курения в постели, курения в нетрезвом виде. Однако наши граждане игнорируют данными элементарными данными правилами. В конечном итоге они лишаются не только своего, так сказать, имущества, не только своих помещений, но они еще подвергают угрозу, создают угрозу жизни, здоровью рядом проживающих с ними граждан. Символично, что именно сегодня, в День спасателя, сотрудники МЧС еще раз подтвердили, что готов рисковать жизнью и не раздумывая бросаться в огонь, чтобы спасти человека из горящего дома. Юлия Косила, Сергей Печериса, Новости Гродно+.